Наш новый продукт, Криспи Бейс Гель, три красивых, нежных, романтичных цвета с поталью внутри, базы пигментированные, базы скульптурные, позволяют моделировать, делать укрепление, выравнивание ногтевой пластины, позволяют нам исключить этап цветного покрытия и имеют в составе поталь, соответственно мы сразу получаем уже элементы дизайна на ногтевой пластине. Красивый цвет номер один, с золотой поталью внутри, Криспи Бейс Гель номер два с розовым пигментом и розовой поталью, нежный, романтичный оттенок, база хорошо пигментирована, она перекрывает свободный край, не просвечивается линия гипонихия, очень красивый декоративный эффект мы получаем. И Криспи Бейс Гель номер три, с красивым фиолетовым оттенком, на такой молочной основе, с фиолетовой поталью. Базы очень красиво смотрятся как с матовым покрытием, так и с глянцевым. Поталь играет при искусственном освещении и при натуральном также. Я подготовила ногтевую пластину, покрыла один пальчик базой номер один, сделала укрепление и выравнивание с одного слоя без опиливания. Остальные ноготки у нас подготовлены по технике гель-лаковой системы. В качестве базового покрытия на ногти нанесен Бейс Гель. Второй ноготь я сделаю цветом номер два, набираю небольшое количество на кисточку материала и тонко разношу на поверхность. При нанесении тонкого слоя можно использовать также линеарную кисточку для того, чтобы направить частички потали в нужном вам направлении. Если вы, например, хотите, чтобы ближе к кутикуле была более насыщенная концентрация материала, именно блесток, либо подвинуть их к зоне свободного края. И далее набираем каплю материала и уже начнем выстраивать архитектуру на поверхности. Выкладываю, выгрыжаю каплю. Материал хорошей вязкости, он не течет. Ногтевая пластина широкая по этому паприку можно добавить. База не растекается. Имеет хорошие моделирующие свойства, выравнивается. И сразу видно, что перекрывается линия гипонихия и натуральный ноготь не светит. Далее при помощи линеарной кисточки я просто подправляю в нужном мне направлении концентрацию потали внутри. По блику на поверхности видно, что частички потали не торчат. Поверхность ровная, гладкая, имеет блик. Подтягиваю к носику, к свободному краю. Материал можно опиливать при желании, при необходимости. Можно работать без опила. Перевернем, сцентруем. Проконтролирую продольный изгиб. И сразу могу просушивать. Сушим. Такие красивые три новая оттенка под матовым и глянцевым топом. Очень хорошая основа под дизайн. Уже готовое решение. Сразу и цветовое, и с элементом декорации. Экономит время мастеру. Сразу можно выполнить дизайн в виде нейлдрессов, шермиконов. И получить такую хорошую очень основу. База легко выравнивается, моделируется. База уже доступна на Эми Шоу и у представителей по регионам. 9 мл во флаконе. Стоимость 800 рублей. И следующий ноготок я наполняю базой номер 3. Также наношу тонко на ногтевую пластину. Растягиваю по поверхности. Очень простой материал в работе. Хорошо ложится, выравнивается. Опять-таки, поталь раскладываем по насыщению, как нам больше нравится. И в центр добавляем капельку. Выгружаю на поверхность. Здесь видно молочная основа. В отличие от второго цвета, там все-таки пигмент розовый. Здесь молочный, более холодный оттенок. И сами частички потали, также фиолетового цвета, переливаются и под искусственным освещением, и под натуральным. Даже начинающим мастерам очень комфортно будет работать с этим материалом. Видно, что я достаточно большую каплю выгрузила на поверхность ногтевой пластины. И при этом база не стекает. То есть, вот она, как я ее поставила, она стоит. Я только подправляю декоративные элементы внутри. Немножечко выравниваю по поверхности. Боковые прохожу границы. При желании, при необходимости, можно работать с опилом. После опила, когда поталь попадает в пропил, она еще больше, еще насыщеннее. Сверкание у нее получается. Если вы хотите, чтобы она более явно блестела, можно выполнить небольшую шлифовку, либо опил по поверхности. Сушим. Время полимеризации 2 минуты. Всех этих продуктов. 2 минуты просушиваем. Подходят для просушки во всех видах ламп. И LED, и UV, и CCFL. Базу просушили. И можно выполнять финишное покрытие. Для финишного покрытия я выбрала вельвет топ гель. Выполним в матовом варианте. Ну, в глянце фактически у нас готовый уже результат, да, видно блеск. И покроем топом вельвет. Если есть необходимость там выровнять что-то по поверхности, пожалуйста, можно сделать это финишным покрытием. Но база очень хорошо ложится, она ровная, поталь утопает. И, в общем-то, необходимости такой в этом, в данном случае, нет. Просушиваем. Три цвета, криспи-бейс-гель, уже доступен на Эми Шоп и у представителей по регионам. Сразу в матовом варианте, такой очень интересный эффект получается. Хорошее решение, хорошая основа под дизайн. Очень быстро сразу и укрепление ногтевой пластины, и цветовое решение, и сразу основа уже с элементами декорации внутри. Топ-вельвет мы выбрали для финишного покрытия. Просушиваем. Вот такой матовый эффект у нас получился. Три потрясающе красивые базы, цветные базы, криспи-бейс-гель. Продолжение следует... Продолжение следует...